14 ноября день всемирной борьбы с сахарным диабетом. Эта болезнь наступает неожиданно. У каждого пациента своя история. Одинцовским диабетикам действительно повезло. В их жизнь вместе с диагнозом вошла и Марина Семина, врач-эндокринолог. Несколько лет назад она открыла школу диабета, чтобы научить людей, страдающих этой сладкой болезнью, жить как все, не отказывая себе ни в чем. В основе обучения пациентов это обучать навыками, которые они используют в практической жизни, для того, чтобы быть комбинсированными и трудоспособными на долгие годы. Ежегодно пациенты и врачи собираются вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы в области борьбы с сахарным диабетом и просто пообщаться. Ведь для каждого это очень личная тема. Это мероприятие проводится для врачей, для врачей-эндокринологов нашего Одинцовского района. Они будут приглашены, им, так скажем, будет круглый стол, за которым будут обсуждены вопросы эффективного лечения диабета, вопросы профилактики. И, конечно, мы пригласили обязательно наших жителей нашего района. Мы планируем для наших жителей устроить, так скажем, опять-таки школу диабета, показать, что делать, чтобы этой болезни не было. И, конечно, если, дай бог, вам поставили такой диагноз, то что делать, как себя обезопасить, как себя лечить, что можно принимать, какие продукты можно есть, какие лучше не есть. Это мы все сегодня расскажем. Кроме того, у нас будет благотворительный концерт. Мы пригласили, так скажем, очень хороших, знаменитых певцов. И сегодня на нашей базе, в холле нашего учреждения, состоится небольшое такое благотворительное шоу. Ученики школы диабета за эти годы стали родными для Марины Александровны. Они всегда приходят с цветами, стараются порадовать своего врача достижениями и успехами. Ну, слова огромной благодарности от главы района Андрея Робертовича Иванова. Действительно, приветствуется в нашем районе все самое нужное, все самое интересное, инновационное и доброе. Потому что такое отношение к жителям Одинцовского района и округа, я уверена, что и наши соседи, Краснознамец, Куласик, стараются попасть к нам за наш такой красивый стол, грамотный стол, здоровое питание. Марина Мурашова, когда услышала о том, что у нее сахарный диабет, просто не знала, что делать, как дальше жить. Занятия в школе диабета вернули Марине радость и наслаждение. Она не отказывает себе ни в чем. Скажу честно, мне просто на момент, когда сказали, что у меня, дед, мне не хотелось жить, потому что я не знала, как жить. Я не знала, как мне существовать с моей семьей, потому что, понимаете, женщина, которая готовит еду на семью, как ей это делать? Тебе это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. У нас как преподносят диабет, это все, тебе ничего нельзя. А оказывается, что тебе можно это все, но только в разумных пределах. В нашей стране мало школ диабета, но они необходимы, потому что людей с этим заболеванием с каждым днем становится больше, причем болезнь существенно помолодела. Активный образ жизни, правильное питание, плановое прохождение диспансеризации – секрет долголетия. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».